Партнер проекта санаторий Красный Яр. Многопрофильная здравница Прикамья. Всем привет! Это программа Эх, дороги! Ее ведущий Максим Суханов. Ну что ж, продолжаем инспектировать наши удивительные, невероятные пермские дороги. Готовы? Тогда поехали! Ну что ж, мы вновь находимся в Мотовилихинском районе. Довольно-таки часто мы в последнее время снимаем в этом районе, да потому что здесь проблемы, проблемы и проблемы. Причем снежные. Сейчас мы находимся по адресу Макаренко, 16А. Вот эта вот проезжая часть вроде бы почищена, но на самом деле, конечно, она почищена не до конца, потому что разъехаться здесь порой затруднительно. Сугробики на краю проезжей части. Но речь, конечно же, пойдет о пешеходах. Как они здесь ходят, ума не приложу. Но они здесь как-то ходят. Нарушают правила дорожного движения, потому что тротуаров здесь нет. А точнее, вот он, тротуар. Он есть. Только почему-то не почищен. В результате, вот, пожалуйста. Тут же пешеходы, тут же автомобили навстречу друг другу. И проблема из года в год одна и та же. Ну, вот, допустим, если идти по тротуару, вот как здесь пройти, допустим, с коляской? Ладно, мы, молодые, как говорится, проскочим. А вот что делать мамам с колясками? А детей здесь, кстати, очень много. Вот здесь грязный снег, там, где должен быть тротуар почищенный. И кому обувь не жалко, идут, пробираются на работу. По-другому и не скажешь. Ну, вот, кстати, мы сейчас наблюдаем, что некоторые участки почищены, я имею в виду тротуар, но почему-то до определенного места. А дальше снег, снег, снег. Но я зря радовался, потому что тротуар почищен буквально 10 метров, а дальше опять проблема. Причем, смотрите, здесь даже не видно, что есть тротуар. Вот они, следы от машин. Они тут разъезжаются друг с другом. А куда вот деваться пешеходам? Только если вот так вот делать. Проблема, на самом деле, здесь в том, не то, что плохо почищено, а то, что когда-то здесь было построено. Тротуары просто-напросто загородили вот этими заборами. Ну, люди хотят жить, чтобы у них все было тихо, чисто, спокойно. Ну, а люди, которые вынуждены каждый день ходить по этой дороге, тут уж, как говорится, сами как хотите, так и ходите. По-другому не скажешь. Мы, кстати, сегодня в вечернем выпуске новостей обязательно расскажем об этой проблеме. Почему же, собственно, заборы установили, дома построили, а тротуары исчезли. Сейчас мы заехали на соседнюю улицу Добролюбова. Вот, собственно, как должно было быть на Макаренко. И когда-то именно так и было, пока не построили вот эти дома и не огородили все заборами. Здесь, как мы видим, проезжая часть почищена. Здесь есть тротуар. Его, конечно, можно было почистить лучше, но, по крайней мере, он здесь есть. Люди ходят по тротуару, а не по проезжей части. Жители по улице Макаренко понять можно. Дороги у них не почищены, тротуаров нет и жалобы, конечно, обоснованы. Будем искать правду. На сегодня все. Это была программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Увидимся завтра в это же время. Хорошего всем настроения, ну и самое главное – удачи на дорогах. Пока.